Здесь собрали все вкусы и соки лета. Праздник урожая в селе Дубовое. Первый раз провели в прошлом году. Идея так понравилась жителям, что фруктовые фестивали решили повторить. И конечно было бы просто неправильно, если бы в Петровском районе, который кроме того, что является и кормильцей Тамбовской области, я еще раз повторюсь, что каждый девятый килограмм зерна производится на территории Петровского района Тамбовской области, но и здесь самое крупное предприятие, садоводческое, плодоводческое предприятие, акционерное общество Дубовое. Ну и нам было принято решение о том, что давайте попробуем, мы проведем здесь фруктовый вернисаж, который связан, конечно, с яблочным спасом, который связан с этим хозяйством. И к тому же в прошлом году мы отмечали 100-летие образования акционерного общества Дубовое. В этом году круглых датей прибавился еще один год. Яблоневые сады здесь в конце 19 века заложил граф Облов. Поговаривают, что поместье было главным поставщиком плодов и ягод для царского стола. Достойных позиций не сдают и сегодня. Здесь есть где трудиться, лечиться, развиваться и отдыхать. Село Дубовое называют маленькой Швейцарией. Глава хозяйства говорит, что все дело в яблоках. С этого и все началось. Я 42 года работаю в этом хозяйстве, инженер-механик по образованию. Но мне судьба сложилась так, что пришлось продолжать дело Ивана Владимировича Мичурина. Хозяйство за 101 год ни разу не подвергалось банкротству, процедуре банкротства. Ни разу не изменялось специализации. То есть специализация как выбрана была, производство плодов и ягод, так и остаемся. И ни разу не изменял коллективной форме труда. Но и помимо яблок в Петровском районе есть чем гордиться. За дары лета на праздник связи со всех близлежащих сел к оформлению подошли со всей креативностью. Дынные пироги, пирожки и блинчики, а еще жар птица. Из чего бы вы думали? Из той же дыни. Эта птица готовится три часа. Нам повезло, что мы все любим дыню и нам вот досталась дыня. Аллея сытная сменяется аллеей чайной. Вкусная еда, донародные гуляния. Все, что так обожает наш люд. Но, вопреки известной поговорке, фестиваль доказывает, что хорошо для русского человека, то и немцу может прийтись по вкусу. Наша поездка в Дубовое стала частью делового визита в Тамбовский технический университет. Я сам родом из Баварии. Это тоже сельскохозяйственный регион. Здесь, в России, для меня это первое знакомство с традицией аграрного региона. Я очень впечатлен. На празднике мне удалось попробовать очень вкусное яблоко. По-настоящему интернациональным праздник стал за счет гостей с Эквадора. Индейцы гастролируют по России уже несколько лет. Звуки бамбуковой кены, кеначо и санхи уже услышали жителей Москвы и Петербурга. Так этномузыка доехала до Тамбовской области. Как группа уже сколько? Три года только. Я музыкант уже 10 лет снимаю. И как группа три года исполнил мы путешествуем по России, показываем нашу музыку. Людям нравится очень. Так что праздник помог запастись и витаминами, и хорошим настроением. А для тех, кто не успел этого сделать, организаторы пообещали повторить сладкий фестиваль в следующем году. Марина Корекина, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова